По приборам до станции 185 метров, скорость идет на сближение по 5 метров в секунду, то есть сантиметров в секунду. Скорость растет. Им всего по 15, а они уже экипаж космического корабля. Стыковка в ручном режиме. Руководит процессом Андрей Захаров. Ощущение, которое на Земле никак не испытаешь. Хотя бы понимаешь, как это выглядит на орбите. Конечно, до настоящей орбиты им еще далеко. Но вот азы космической науки эти школьники уже постигли в Центре подготовки космонавтов. На этой неделе здесь открылся единственный в России космоцентр. Этот космоцентр имеет, может быть, свою особенность, что здесь все срочно на реальное подготовка с подготовкой молодежи, с подготовкой студентов и с подготовкой, может быть, специалистов космической отрасли. Я думаю, что это будет взаимообогащающее такое сотрудничество. Уникальный образовательный центр на территории, где готовились и готовятся к полету покорители космоса. И не только из России. Здесь могут обучаться 150 школьников из самых разных уголков страны. Пускай он не станет космонавтом. Пусть даже он не придет в космическую отрасль. Но то любопытство, оно будет здесь взращено, будет открыто. И он с интересом будет заниматься и физикой, и химией, и биологией, может быть, астрономией, изучением Земли. Настя Блинова настолько поглощена и увлечена космонавтикой, что уже сама может обучать друзей. Космонавты в невесомости, они вот за эти стулья, можно сказать, цепляются ногами. Могут так. Могут вверх ногами здесь вообще висеть. Реальный тренажер, модуль станции «Мир». Ценнейший и при этом работающий экспонат. Все так же, как на легендарной орбитальной станции. Здесь тренировались большинство советских космонавтов. Вдох, но у нас ведь вдох активный, правильно? В космоцентре можно научиться многому. От оказания первой медицинской помощи до навыков управления вертолетом и самолетом. А еще примерить настоящий скафандр для выхода в открытый космос и даже оценить вкус орбитальной еды. Здесь есть разные каши, разные лепешки, все, что, можно сказать, душа захочет. Но самое главное, здесь каждый найдет новых друзей, увлеченных одной мечтой – стать ближе к космосу и, быть может, самому приблизиться к звездам. Я привлечу в космос. Это я вам обещаю.